Не все, конечно, готовы не зарабатывать на детях в 3 или 4 раза. Не все. Наверное, они забыли, что когда-то были детьми. И вы, наверное, забыли, как при виде сверхдорогой игрушки мы пытали пап и мам. Естественно, их не покупали, но суть остается. Нам бы это хотелось. Сегодня и сейчас мы готовы купить многое и не задорого. То есть все то, что есть в любимой игрушке, продается типа в сетевиках, в разы дороже. Так может быть заехать в любимую игрушку? Так едем куда? Тот самый поворот на вокзальной. И нас ждет любимая игрушка на повороте в сторону торговых рядов на автомобилистов. И мы едем налево. Итак, какое оно удовольствие работать-то с нами. Представляете, да? Потому что мы вам показываем то место, где вы можете купить себе игрушки. В данном случае мы говорим об игрушках. В принципе, та же самая категория. Туда же вы едете, но только не поворот направо, а чуть-чуть дальше и напротив торговых рядов на автомобилистов поворачиваете налево. То есть расстояние, в принципе, абсолютно такое же. И вы увидите, и вы видите свои игрушки, которые вы покупаете своим детям. Ну как-то да. По общему понятию это супермаркет. В супермаркетах правило товар должен быть на уровне глаз. Здесь товар выше. Да ничего страшного. Специалисты снимут и свыше. Вопрос в том, что здесь есть. По сути событий и знает товар, я скажу, интереснее и больше, чем где-либо. Ну и понятно составляющее удовольствия. Удовольствия должно быть больше. Больше для наших любимых и дорогих детятков. К слову, куда ехать? В оконцовке еще раз качественный маршрут. Конечно, все для школы есть, для Лего новая, машины новые, вот. И всякие кубики, конечно, для школы все. Теперь, естественно, о цене. У нас сегодня с ценниками все стало грустно. Нам говорят, инфляция нулевая. Но с другой стороны, посмотреть то. Мы вроде всех лидер по производству ГСМ. А чего с ценами-то? Опаньки! С чего доллар вылазит за пределы понимания? Или мы все сидим на долларах? В Америке кризис 2008 года лишился легко. Напечатали долларов и живут. Я вообще нигде по миру слова кризис, кроме как в России, не видел. Мы живем с точностью наоборот. Ладно, хоть мы знаем, где купить лучшую игрушку по отличной цене. Любимую игрушку. Вот где. Итак, вы должны понять, что вы хотите. Вы не хотите переплачивать. Я абсолютно правильно с вами согласен. Потому что зачем за детей переплачивать? Я так и не понимаю. Дети – это наше удовольствие, наш стиль жизни. И поэтому вы приезжаете сюда в любимую игрушку, покупаете все тоже, только в разы дешевле, чем в других торговых центрах. Так почему мы вместе? Да потому что у меня тот же настрой, что и у сына. Понимаете, качество жизни ребенка в России малость запаздывает на год к миру. Причины есть. Зачем покупать то, от чего ахнут родители? Чуть позже. Но товар больше. И вы знаете, мое отношение как к Китаю, так и к Беларуси, так же как к Узбекистану. И там, где делается изюм для детей. Я понимаю, что новинки будут. Чуть подождем. Но мы работаем в удивительной стране, где не все ориентировано на Китай. Это только Пиндосия любит чайную. Мы из наших игрушек, из игрушек зарубежья лучшего, совкового, да и из Китая, естественно, привозим реальное чудо техники. Не за дорого. И вы его можете купить здесь, в любимой игрушке. Да, с радио управляемые мои машины. И ценники очень хорошие. Вот. Очень хорошо. Много чего. Танки всякое. И за мной как раз в темные пушки много чего здесь. И дешево как раз. Вы знаете, есть события знаковые. Для меня лично понт машин пройден. Я лично вижу стремление ребенка к лучшему. Да и вы знаете, что лучше. И это когда на игрушках ребенок понимает большее качество. Он их ломает, естественно, но меньше. Он с большим удовольствием делает конструктора, играет в футбол, стреляет из танка, ездит на машинах, летает на самолетах. Потому что это не стоит дорого. Это не может стоить дорого. Окститесь. Лучший вариант, да и правильный, не сидеть, кормить арендодателем. Больший и правильный вариант работать с нормальным типа ТВ. Типа нашего. И получать грамотный китайский вариант прибыли. Продаем больше и дешевле. И выигрываем разницу в цене. Итак, о чем будем говорить? В коротене вопроса. Сын мне сказал, что есть радиоуправляемые игрушки за 470 рублей. Я вижу, что есть за 430 рублей. То есть это бутылка водки и немножко колбаски. Так лучше подумать, наверное, о ваших детях, да? А еще о тех детях, которые еще не могут радиоуправляемыми машинами делать. И для них вот за моей спиной игрушки. В большом количестве. Это круто. И это любимая игрушка. А теперь куда ехать? Да, ребята, то, что вы хотите, есть только в одном месте. Да, где все есть вкуснее и правильнее. Склады здесь дешевле и товара больше. Северо-запад города. Доехать легко. По объездной до суда минут 10 из новых районов. Либо маршрутки здесь есть все. Советская стыкуется с вокзальной. И на лучшем повороте вы едете направо. Здесь мы едем прямо до торговых рядов на автомобилистов. А вот здесь, внимание, вам лучше и интереснее повернуть налево. И вот куда мы едем? В любимую игрушку. Места для парковки много. Удовольствие, поверьте мне, обалденное. И мне очень понравилось, когда мне папа показал это любимое место. Моя любимая игрушка. И сегодня я куплю себе новую игрушку. Любимую игрушку.